Привет! Это уже полюбившийся всем проект новости с Чалом, и с вами я, собственно, Сергей Чаловик. И сперва о хороших новостях. В Беларуси сообщили об открытии месторождения нефти в Гомельской области. Интересно, что нашлась она именно тогда, когда зарубежные компании начинают отказываться покупать российскую нефть, а белорусская нефть, в отличие от белорусских же нефтепродуктов, не находится под санкциями. Невольно вспоминается история с яблоками. Когда Россия отказалась покупать зарубежные яблоки, недостающие объемы поставила Беларусь. А откуда они взялись у Беларуси, которая сама покупала яблоки в Польше? Чиновники объяснили это тем, что в стране внезапно резко выросла урожайность яблок. И я не удивлюсь, если новая нефть в Беларуси будет сразу из земли добываться в виде смеси, образующую российскую марку «Юрлос». Это будет особенно мило с ее стороны. Попал! Утка. С яблоками. Она, кажется, хорошо прожарилась. Она, кажется, и соусом по дороге облилась. Да? Как ты мил с ее стороны? В итоге слова Лукашенко о том, что в Беларуси где-то есть нефть, оказались пророческими. А с учетом планов Евросоюза по ограничению потребления российского природного газа, я не удивлюсь, если сбудется и вторая часть пророчества Лукашенко о том, что где-то прорвет и природным газом. С 18 марта сняты все ограничения по пересечению российско-белорусской границы для граждан этих двух стран. Ожидалось увеличение пассажиропотока, но, как выяснили журналисты у страховых компаний, трафик увеличился лишь на треть. В ожидании наплыва граждан Российской Федерации в белорусских приграничных магазинах даже подняли цены, но россиян смутили не столько цены на наши продукты, сколько невыгодный курс обмена российского рубля на белорусский. Вполне вероятно, что банки поставили такой курс вовсе не потому, что им не нужны российские рубли, а как раз таки для того, чтобы остановить челночную торговлю между двумя странами. Вообще окончательным решением проблем челноков и туристов могло бы стать введение единой валюты. Ну, например, как в знаменитом анекдоте про Путина восьмилетней давности. Сколько через 10 лет в Москве будет стоить бутылка пива? 6 гривен. Госдуме Российской Федерации предложили законопроект о признании соотечественниками всех, кто проживает на территории бывшего Советского Союза и владеет русским языком. Этот статус позволяет участвовать в госпрограмме по переселению в Россию. Соотечественники-переселенцы будут пользоваться максимальным уровнем государственной поддержки в следующих регионах России. Бурятия, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровские края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинские области и Еврейская автономная область. Еду в Магадан В Магадан Российский бизнес и предприниматели подали в Роспатент несколько десятков заявок на регистрацию известных международных товарных знаков, владельцы которых приостановили или прекратили работу в России из-за войны в Украине. Среди марок, на которые претендуют российские предприниматели, это и бренды платежных систем Мастеркарта, Американ Экспресс, автомобилей Ауди, Мерседес Бенц, фэшн и блюти брендов, таких как Левайс и Кристиан Диор и десятки других. Правда, это вряд ли у них получится. Шансы могли бы быть только в единственном случае, если бы правительство России приняло решение аннулировать всю интеллектуальную собственность в недружественных странах. Несколько более изощренными выглядят попытки зарегистрировать модифицированные названия и логотипы известных брендов. Ну, например, ресторан быстрого питания «Дядя Ваня», который решил использовать перевернутое лого «Макдональдс». Некоторые пытаются вставить в название злощадную букву «З», как, например, «Неспрессо» вместо оригинального «Неспрессо». А в это же самое время некоторые западные бренды, наоборот, стараются избавиться от буквы «З». Так, например, «Самсунг» в названии линейки своих смартфонов «Галакси Z Fold» переименовал «Галакси Fold». А швейцарская компания «Цурих Иншуранс» вообще отказалась от использования своего логотипа с буквой «З» в своих собственных социальных сетях. А в рамках программы импортозамещения вместо «Макдональдса» в России могут появиться котлетные и пельменные, так заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. А вот другой российский политик предложил импортозамещать и иностранные слова. Ну, например, вместо гамбургера использовать слово «бутерброд», что, заметим, в переводе с немецкого означает «хлеб с маслом». К слову, и котлеты, и пельмени тоже не русские слова. Пельмени пришло в русский из финского, а котлеты из французского. А чем это все завершится, можно предсказать уже заранее. Ведь эксперимент однажды был поставлен в Крыму после того, как оттуда ушел «Макдональдс» в 2014 году. Два бывших директора крымского «Макдональдс» попытались открыть полный его аналог. Вместо украинских поставщиков продукции пришлось искать новых, чтобы повторить вкусбургеров и десертов. На это понадобилось целых полтора года. В итоге шведская компания «Латманен Юнибейк» стала производить для их ресторанов булочки. Масло стали везти с заводов американской «Каргелл». Картофель поставлять стала канадская «Маккейн», сыр немецкая «Хохланд», а соусы и кетчуп американская «Хайнс». Даже упаковку для сети стала делать финская «Хухтамаки». Продукция очень напоминала товары из «Макдональдс». Даже описание бургеров практически дословно повторяло тексты на российском сайте «Макдональдс». Ну, например, авточизбургер вообще был скопирован просто дословно. Рубленный бифштекс из натуральной цельной говядины с кусочками сыра «Чеддер» на карамелизованной булочке, заправленной горчицей, кетчупом, луком и кусочком маринованного огурчика. Разница была только в цене. В Москве чизбургер «Макдональдс» стоил 50 рублей, а авточизбургер «Симферополе» — 95. То есть разница практически в два раза. То, что сейчас происходит, можно назвать ускоренным обучением в боевых условиях международной экономики. Вспомним историю с крадежом брендов, о которой так простодушно рассказал один из бренд-сквоттеров, который пытался зарегистрировать торговую марку «Дюрокс». Если мы «Нонейм» презерватили и сделаем, вы же в жизни не поймете разницу, потому что они изготавливаются из одного сырья и по одним и тем же технологиям. А «Дюрокс» выигрывают у нашего партнера просто потому, что это «Дюрокс». Но я и подумал, нужно делать «Дюрокс» на заводе нашего партнера. И эта история, и история с неудавшим симпортозамещением «Симферопольского Макдональдса» учит нас тому, что сейчас основная добавленная стоимость в мировом разделении труда зарабатывается либо на этапе исследований и разработки новых технологий, либо на этапе продаж, маркетинга и формирования мировых брендов, оставляя тем, кто занимается собственным производством, исчезающим малую ее долю, ну фактически на уровне едва покрывающим их затратой. Даже Китай, занимавший нишу сборочного производства для чужих брендов по чужим технологиям, уходит из нее, занимаясь формированием собственных брендов. А Беларусь вместе с Россией, пытаясь реализовать этот импортозамещающий лозунг «Можем повторить», стремительно спускаются в эту нишу. В связи с тем, что вторгшиеся в Украину войска вынуждены использовать открытые каналы связи, их можно не только перехватывать, но и заглушать. Украинцы заполняют радиоэфир хэви-металом, чтобы мешать российским военным. Возможно, украинские контрразведчики вдохновлялись композициями известного в узких кругах плейлиста «Гуантанамо Грейтес Хитс». Известно, что к музыкальным пыткам прибегают агенты ЦРУ США по отношению к подозреваемым в терроризме или сторонникам аракского сопротивления. В качестве орудия пытки обычно используется тяжелый рок. Подобный метод пыток применялся в тюрьмах Абу Грейтес и Гуантанамо. Большинство заключенных этих тюрем – арабы, никогда не слышавшие о западной тяжелой музыке. В арабских странах рок-музыка мало распространена и не популярна, а в ряде стран вообще даже официально запрещена. Поэтому столкновения с агрессивной музыкой дополнительно вызывают в жертв культурный шок. Именно поэтому я считаю, что украинские контрразведчики совершают стратегическую ошибку. По той же самой логике для восточных варваров, вторгшихся на территорию Украины, нужно ставить не знакомый им хэви-метал, а то, что может вызвать культурный шок. Ну, например, классические образцы британского арт-рока или, скажем, немецкого крауд-рока конца 60-х-70-х годов. Jet Ratal или Amon Duel. И на этой возвышенной ноте я хочу с вами попрощаться. До встречи через неделю.